салют гайз вы на канале волошин брос меня зовут радик и я безумно рад вас всех видеть привет человеке у нас сегодня такая слегка души трепещущая темка но сначала хочу задать тебе один вопрос испытывал ли ты когда-нибудь состояние дежавю не знаешь что это но это когда тебе кажется что данное событие происходило с тобой ранее может быть даже прошлой жизни заинтриговал тогда встречайте топ 7 научно доказанных случаев реинкарнации как ты думаешь может ли душа из одного человека переселиться в другого напиши свое мнение в комментариях хорошо хорошо не смею тебя более томить в ожидании go к таинственным открытием нашего мира но сначала с тебя подписочка обещаю реинкарнация это процесс перерождения души в новом теле индуисты и буддисты верят что после смерти их душа вновь возродится в новом теле и да действительно души монахов спустя годы возрождаются в маленьких детках которые повзрослев продолжают учение предков я же сегодня хочу вам рассказать о случаях не религиозных а произошедших с обычными людьми ну нахер да я знаю на меня сейчас обрушится куча хейта но я всего лишь рассказываю об интересных фактах которые нашел на просторах интернета и поверь я не навязываю тебе свято верить в это все это просто интересно и не более считается что только до 8 лет ребенок способен самостоятельно вспомнить свою прошлую жизнь становясь старше эта способность утрачивается так вот героями всех сегодняшних историй будут дети джеймс ленингер этот случай произошел в америке с маленьким мальчиком по имени джеймс как-то раз родители повели мальчика в военно-исторический музей ему там безумно было интересно но ночью после этой экскурсии когда джеймс спал произошло кое-что странное что очень сильно напугало его родители мальчуган кричал на весь дом самолет в огне я не могу выбраться на секундочку мальчик умел говорить в то время только отдельные слова позже джеймс стал рассказывать подробности своей прошлой жизни и своей гибели оказалось что в годы войны мальчик был летчиком звали его джеймсом хьюстон когда пилоту был 21 год его самолет был сбит японцами во время сражения около острова и вадима 3 марта 1945 года эти факты были подтверждены сослуживцами пилота которые видели крушение самолета своими глазами кстати мальчик внешне очень похож на пилота джеймса хьюстона наталья бекетова девушка феномен из анапы которая знает 120 языков причем многие из которых старых диалектов в шестом классе на уроке математики девочка потеряла сознание придя в себя она заговорила на разных языках мира причем русский забыла и ей пришлось изучать его заново в ходе исследований ученые пришли к выводу что девочка в стрессовой ситуации вспомнила все свои прошлые жизни по подсчетам это 5000 лет реинкарнации мало того девушка обрела дар скорее всего из прошлого она видела все болезни человека и лечила их сейчас наталья сменила имя и уехала жить в финляндию где ее следы затерялись сэм тэйлор этот мальчик в полтора годика оказался отцом своего отца интересно как это тогда слушайте как-то раз когда отец мальчуга менял ему подгузники малыш с легкостью произнес длинную фразу когда я был в твоем возрасте я тоже менял тебе пеленки но на этом странности не закончились в четыре года на семейном фото малыш показал на деда и радостно сказал это я он рассказывал подробно о жизни деда с легкостью определял деда на школьных фотографиях среди целого класса ровесников робин халл представь только ты можешь неожиданно заговорить на неизвестном тебе языке а окажется что это твой родной прошлой жизни язык так произошло с мальчиком пяти лет по имени робин он заговорил на странном языке чем напугал свою маму то в свою очередь обратилась к ученым которые определили язык это язык тибетских монахов мальчик рассказал что он был учеником школы при тибетском монастыре где изучал этот язык история робина побудила профессора изучающего его феномен лично отправиться в тибет где он и обнаружил монастырь где-то в горах кунь луне там дзянь шань мальчик у которого теперь две семьи не поверишь но это не единичный случай в провинции хай нянь родился мальчик который до трех лет ничем не выделялся среди сверстников но как-то раз он заявил своим родителям что его зовут не тан а чэнь миндао что у него другие родители и другой дом в деревне дань жоу 160 километрах от его нынешнего места жительства он великолепно говорил на диалекте которым общались в этом регионе китая у мальчика были с рождения шрамы на животе а он свою очередь рассказывал что он погиб в году культурной революции от ранения в живот тана отвезли в деревню где он узнал не только отца но и всех своих родственников там уже вырос и теперь он поочередно живет в двух семьях сестры полок один из самых известных случаев реинкарнации история произошедшая с четырьмя сестрами полу две сестры жаклин трех лет и восьмилетняя джоанна трагически погибли под колесами автомобиля у старшей сестры была родинка на животе а уже клин шрам на лбу спустя год после трагедии флоренс мама девочек родила двойню и о чудо у новорожденных девочек были отметены абсолютно идентичные отметинам погибших сестер подрастая девочки получили в подарок кукол погибших сестер но они не удивились рассказали что давно эти куклы им подарил санта на рождество что было на самом деле после трагедии семья переехала в другой город но девочки хорошо помнили прежнее место жительства хотя ни разу там не были они часто обсуждали аварию между собой и знали кем работала раньше их мама я ваша мама от этой истории у меня лично дух захватывает в ирландии родилась девочка которая с детства снились сны из ее прошлой жизни она хорошо знала дом в котором раньше жила знала где он находится в прежней жизни у нее было семь детей все бы ничего но сон в руку начнем по порядку как-то раз в дом к пожилому 73-летнему сони сатану позвонила незнакомая молодая женщина свой визит она объяснила просто дорогой я твоя мама гостью звали дженни кокел но она не сомневалась что в предшествующей жизни носила имя мэри сад сначала мужчина принял ее за аферистку но позже у него не осталось ни капли сомнений в том что мэри это его умершая в 1932 году мать после того как мать умерла все дети попали в приют а сони остался с отцом следы всех детей были потеряны но мэри удалось их отыскать и все как один поверили что перед ними мама в новом теле можно верить или не верить в переселение душ это дело каждого но в мире еще много загадок которые находятся за гранью нашего понимания обхохочешься заходи еще на наш канал волошин брос подписывайся и ставь лайки надеюсь тебе было интересно вижу ты меня понял ах да забыл рассказать восточные мудрецы верят в то что если человек был плохим при жизни то в следующей жизни он может переродиться камнем навечно задумайся об этом